Нет сил смотреть на такую красоту. В Нерехте готовятся демонтировать скульптуру русалочки. Она появилась в центре города возле Утиного моста и простояла там чуть больше месяца. Убрать фигуру пожелали местные жители. Чем именно нерехчанам не приглянулась русалка и какая судьба ее ждет, смотрите в нашем сюжете. Развивающиеся волосы, точеная фигура, длинный чешуйчатый хвост. Так выглядит скульптура русалки в Нерехтском парке. С первых часов появления там скульптура подверглась резкой критике. Лицо не очень нравится такое. Не очень жестственное что ли. Личико надо изменить. Все. Больше никаких претензий. Мне кажется, если бы ее бы не было, так и не было вообще. А уж если уж она есть, так надо же сделать так, чтобы ей любовались. А не отходили. Ой-ой-ой, что это такое? Нерехчане активно писали отзывы в интернете. Многие были негативными. Кому-то не понравилось лицо персонажа. Кто-то посчитал грудь морской девы слишком открытой. Отмечали, что в парке рядом с храмом такому арт-объекту не место. Впрочем, есть и другие мнения. Их высказывают в основном не жители города, а гости. Ну, я понимаю, что все смотрят на грудь и начинается вот это. Но здесь такого вроде нет. Ничего такого страшного в этом я не вижу. Русалка должна быть, честно говоря, открыта. Потому что она в воде живет. Там кофточки не вышивают, не шьют. Видите, мы фотографируемся на память. Значит, нас это устраивает. Но кому не устраивает, извините, не смотрите. Я из Костромы-то в Шал приехал. Первый раз эту скульптуру вижу. Первый раз. Для меня это прекрасно, замечательная скульптура. Улыбающие встречают именно людей, которые приезжают сюда отдыхать, смотреть на это дело. Красота. Этот арт-объект – работа буйского скульптора Валерия Белова. Русалку он изготовил три года назад для другого проекта. Но власти Нерихта захотели видеть фигуру в своем городе и уговорили мастера продать произведение. Город-музей под открытым небом украшают и другие работы Валерия Белова. Это и пастушок-рожечник с собакой возле дома пастуха, и скамья любви, и ткацкий станок в парке «Текстильщик». Все они местным пришлись по вкусу. А вот русалке не повезло. Глава Нерихта и Нерихтского района Ирина Воробьева комментировать ситуацию с русалкой отказалась. А судьбу скульптуры сейчас решают сами нерихчане. Местная газета проводит опрос, нужно ли перенести русалку в другое место подальше от храма или вообще отправить обратно скульптору. Решение жителей станет известно в пятницу. Сам же скульптор говорит, если русалку привезут в Буй, то в Нерихту она не вернется. У него уже есть несколько желающих забрать русалку в другие города. Елена Голубева, Эдуард Еремин, Вести Кострома, из Нерихты.